Здравствуйте! Вы смотрите программу о животных «Хочу домой» на телеканале Самара Гиссима вновь в эфире. Мы говорим о животных, о проблемах бездомных собак и кошек, которые оказались на улице вследствие того, что они были рождены в естественных природных условиях, ну или под открытым небом. И, конечно, немало фактов, когда люди просто выбрасывают их на улицу. Причин несколько. В первую очередь, умирает владелец, и родственники не могут взять животное домой. Второе, переезжают в другой город, хотя таких случаев из моей личной практики не так много, в основном стараются забрать с собой. Я лично сколько раз помогал отправлять и сам увозил собак в другие города и переправлял за границу. И, конечно, что больше всего удручает, это следующая причина асоциальные элементы. Пьющая семья просто выбрасывает собак и кошек на улицу. Это, конечно, сверх безответственности. Всем таким животным приютам, где они содержатся и волонтерам, мы стараемся помочь. В плане распространения информации о работе приютов, о помощи волонтеров, обсуждаем решение проблемы бездомных животных. И, конечно, выдаем информацию о том, каким животным на данный час ищут владельцев. В наших сюжетах даем практические советы. Чем заняться собакой, взятой из приюта? Какие есть виды спорта? Как купать собаку? Как кормить? Как воспитывать? Главное, в нашей студии мы встречаемся со специалистами разного рода деятельности. Руководителями приютов, волонтерами, ветеринарными врачами, филинологами, кинологами. И, пожалуй, пора, наверное, озвучить тему нашей передачи. Сегодня, как всегда, видео-визитки о животных, которым мы подыскиваем новых владельцев и свой дом. Также сегодня в рубрике «Практические советы выясняем». Всех ли собак можно приучить спокойно ездить в машине? И самое главное, как это делать? И, конечно, сегодня, впервые с момента выхода программы в эфир, в нашей студии военный специалист, а точнее главный специалист отделения дрессировки Главного управления МВД России по Самарской области, полковник в отставке Михаил Дунаев. Добрый день. Добрый день. Чем вы занимаетесь? Чем занимается военный кинолог или кинолог полиции? Ну, небольшая разница между военным кинологом и кинологом полиции, потому что военные занимаются прежде всего минно-розыскной службой и поиском дрессивных веществ. Полиция же занимается охраной общественного порядка, борьбой с преступностью и подготовкой животных как для работы по запаховому следу, так и со спецматериалами, то есть запах взрывчатки, наркотики, патрульная постовая служба, конвойная служба. То есть получается у полиции даже более такой объемный круг обязанностей для собак, нежели чем у военных. Военных, наверное, только мины разыскивают, да? Нет, ну, если говорить про узкую специализацию военных собак, то там тоже существуют и разведательные собаки, диверсионные собаки, и танкоподрывные собаки, которые были актуальны во время Великой Отечественной войны. Поэтому, в принципе, многообразие применения животных, ведь мы же еще помним по фильмам войны о том, как собаки спасали, вытаскивали раненых с поля боя, и связные собаки, собаки-передатчики донесений. Поэтому спектр очень высок. Как вы подбираете собак? Такие спокойные идут всегда по набережной, я смотрю. Ни на кого не обращают внимания, как идет отбор собак в полицию. Ну, вообще, это достаточно серьезная задача, отбор, покупка или разведение собак. Существует множество тестов, по которым производится отбор каждой собаки индивидуально. И то, что вы видите, это результат уже не только отбора, но и дрессировки. Поэтому, в принципе, используя тесты, в которых проверяется не только нервная система, но и желание общаться с человеком, желание работать, мотивационные признаки. И при этом мы должны не забывать о том, что животное должно желать работать. Ну, естественно, быть здоровым. Поэтому вы видите уже конечный результат, который вышел на улицу после приобретения, отбора и подготовки. В настоящий момент, по-ичем, почему я спрашиваю этот вопрос, задаю этот вопрос. Дело в том, что буквально, наверное, несколько лет назад мне пришлось, ну, довольно-таки часто уезжать в Германию. Мне рассказывали местные кинологи о том, что собаки, которые раньше выращивались в полиции, в военной части Бундесвера, их перестали там выращивать, и полиция в Германии тоже ездила по заводчикам и просила продать собак, которые не идут в племяное разведение. Как у нас обстоят сейчас дела с подбором таких собак? Есть ли питомники, есть ли своя какая-то селекционная работа, свои какие-то... Своя работа проводится практически в очень многих зональных центрах, бывшие названия зональных центрах, областных центрах, находится отделение по разведению и подбору дрессировки собак, которое занимается разведением рабочего поголовья. Но преимущественно производится закупка. Точно так же, как вот вы говорили, у спортсменов, либо у каких-то заводчиков. Но, естественно, что отдается предпочтение рабочим линиям рабочего разведения, а не шоу собакам, которые используют на выставку, красивые, как блондинки. Вот, кстати, а как вы оцениваете собаку по нервной системе, годна ли она или не годна? Есть ли какие-то специальные приемы? Ну, конечно, я же говорю, существует множество тестов. Ну, например, хотя бы парочку. Это поведение собаки в свободном состоянии. Вот самый главный первый тест, на который люди никогда не обращают внимания. Как себя ведет собака в свободном состоянии возле хозяина? Если это животное пытается исследовать местность вокруг себя, если животное пытается куда-то двигаться, проявляет активную деятельность, то это хорошая собака. Если собака при остановке хозяина упала, лежит возле ног, дремлет, то это не рабочая собака. Поэтому простейший тест, который наблюдает. Причем многие люди его не понимают, что когда подводишь дрессировщика с собакой к лавке, приказываешь ему садись, он сел, и ты смотришь на собаку, а люди не понимают, что в этот момент собака проходит тест. И причем очень яркий тест. Чем больше подвижности у животного, но, естественно, не холеричного, хаотичного, трусливого, тем интереснее эта собака будет в поиске. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Я думаю, многим зрителям знакомы эти термины, типа, высшей нервной деятельности. Вот какие в приоритете типа ВНД? Приоритет сангвиник, ну и сангвиник со склонностью к холеризму. Чистых видов как бы не бывает, но все-таки гораздо интереснее сангвиник со склонностью к холеризму, чем к меланхолии, флегматизму. А флегматики, они как, не работают? Или все-таки нужно... Флегматик может работать, но это достаточно сложная система, когда его разогнать, и у него очень медленно и долго вырабатываются условные рефлексы. Беланхолики, они вообще исключены из работы. А сангвиники – это наиболее сильный нервный тип. Холерики тоже, кстати, интересны, но все зависит от породы и направления использования. – Какие школы сейчас есть? Раньше, я помню, была школа в Пятигорске или Минеральной воде. – В Нальчике. – А, в Нальчике, да, в Нальчике. И вторая школа была Ростовская, ну, тоже, которую я тоже заканчивал. – Ну, сейчас в основном, если говорить про полицию, это три школы. – Ростов-то работает в Ростове? – Да, это Ростовская школа. Ростов приобрел филиал в Егоревске, это Московская область, филиал Ростовской школы. И школа в Уфе, под Уфой, деревня Ляхова, 50 километров, по-моему, от Уфы, там еще одна школа. Вот в Самарсе преимущественно ездят в Уфимскую школу, ну, там же разделение по регионам. – А, вот так вот идет, да? – Да. – А также идет набор сообщений. Люди иногда спрашивают меня, ребята молодые приходят и спрашивают, а как попасть в военные кинологи или кинологи полиции? Что можно ответить? Что вы отвечаете? – Ну, военные кинологи – это, прежде всего, Пермский институт военный, там, где готовят кинологов, биологов, если говорить про военную организацию. Если говорить про полицию, то поступление в органы полиции, трудоустройства, после этого, ну, изъявление желания, естественно, работать с собаком, прохождение медкомиссии, если медкомиссия даст добро на это, после этого вы можете работать с собакой. – Отлично. У меня один вопрос, ну, прям короткий ответ, потому что у нас сейчас время подходит к видеовизиткам, так? А можно ли дворняжку или метиса научить работать по следу? – Конечно. – Отлично. И переходим дальше. Итак, время, время, время показать видеовизитки о животных, которые хотят домой, которых можно забрать из приюта или от волонтеров. Обращаем внимание, все собаки и кошки проходят наше тестирование. Мы стараемся это делать, чтобы собаки и кошки не были агрессивными. Итак, смотрим. Этого забавного пса нашли зимой вблизи поселка Бариновка, однако поймать удалось его только с пятой попытки. Очевидно, пес не понимал, что его спасают, ведь кормовой базы в дачном массиве не было абсолютно. В приюте назвали его Барин. Подкормили, подлечили и теперь ищут ему своего хозяина. Все отзывы по характеру положительные. Он социально безопасная собака. Единственное, что из-за того, что в нем очень много энергии, если недостаточное время прогулок будет с ним, он эту энергию может расходовать недолжным образом, там, начать что-то повреждать, как и любая собака. Не обязательно он. То есть он, видите, он хочет постоянно гулять, 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 гулять. Хотя он живет в вольере, и вольер достаточно просторный. Вот так он, если человек новый подходит, он для приличия, конечно, полая, значит, неплохой охранник, но никогда ни на кого не нападает, не кусается, и дети, и волонтеры приходят с ним гулять. Он тоже хорошо гуляет с детьми. Пес по кличке Барин имеет красивый песочный цвет шерсти. Обратите внимание на эту собаку. Она готова уйти в свой дом к новому ответственному владельцу. Звоните по телефону. Плюс семь девятьсот семнадцать ноль девятнадцать восемнадцать двадцать семь. Долго скитался по улицам города, но однажды сам пошел к волонтерам. Холодная зима, есть нечего, а в приюте какая-никакая все-таки и еда, и забота. Так и живет уже более двух лет в приюте. Но сотрудники приюта и волонтеры ищут этому классному псу по кличке Малыш свой дом и заботливого хозяина. Характеристика характера отменная. К людям он очень хорошо относится, людей он любит, и людей, и детей, и всех. Может даже прям без поводка ходить, но ходим с поводком, конечно, чтобы в целих безопасности мало ли чего, как убежит, не убежит. Со всеми он дружелюбен, он очень лоялен, ко всем спокоен. Обратите внимание на этого пса по кличке Малыш. Социализирован, с черной красивой шерстью и светло-карими глазами. Возьмите этого пса домой. Звоните по телефону плюс семь девятьсот семнадцать ноль девятнадцать восемнадцать двадцать семь. Этого пса привезли аж с самого юга. Подобрали щенком на трассе голодного, истощенного. Определили в приют, откормили, подлечили, дали кличку Щетка. И вот она ждет теперь своего хозяина. Готовы идти не только на участок, но и проживать в квартирных условиях. Пара недель, адаптации кому-то больше, кому-то меньше, все будет замечательно. Вот эта собака очень ориентирована на человека. То есть она любит общаться, любит, когда ее гладят, любит пыкают. Больше все-таки, наверное, квартирная, хотя она никогда не жила там. Вот поэтому дайте шанс ей. По характеру Щетка спокойная, общительная, нервные процессы уравновешены. К посторонним относятся спокойно и хорошо адаптируются в новых условиях. Присмотритесь к этой собаке, она может стать членом вашей семьи. Заберите собаку Щетку домой. Обращаться по телефону. Плюс семь девятьсот семнадцать ноль девятнадцать восемнадцать двадцать семь. Густая черная плотная шерсть, спасающая собаку по кличке Черешня от зимних холодов. Но, несмотря на это, Черешня очень хочет уйти из приюта домой. Попала сюда еще в детстве, так и живет здесь. И считает стены приюта своим домом. Однако волонтеры ищут ей свой настоящий дом и хорошего владельца. Она молодая, ей года полтора-два максимум. А по характеру как она? Она очень игривая и любит внимание. Любит детей, любит играть в мячики, очень-очень обожает. Дети иногда приходят с ней просто в мячик поиграть. Вот, не кусачая. Ну, как обычно, как любая собака любит, чтобы внимание ей доставалось. Обратите внимание на эту собаку. Возьмите ее домой. Обращаться по телефону. Плюс семь девятьсот семнадцать ноль девятнадцать восемнадцать двадцать семь. Еще раз обращаю внимание, если вы не можете взять себе домой собаку или кошку, сообщите об этом соседям, друзьям, знакомым, что есть животные, которых можно забрать домой. А мы продолжаем разговор с нашим гостем Михаил Дунаев. Главный специалист отделения дрессировки. Главное управление ВД России по Самарской области полковник в отставке. Итак, вопрос, можно ли использовать метиса? Да, можно и дрессировать, и использовать можно. Все зависит от того, какую службу и какую цель вы преследуете. Если мы говорим про обыкновенное использование в своих домашних условиях, то, в принципе, спорт совершенно никому не мешает. И метис может даже выступать на соревнованиях, если говорить про спорт. Это такая же собака. Самое главное, чтобы у него было здоровье, желание работать. И вы нашли те струнки, на которых можно сыграть по поводу слова «должна» для собаки как бы не существует. Многие говорят, моя собака должна делать вот это. Она никому ничего не должна. Но если вы найдете струнки, на которых можно будет поиграть, то эта собака будет делать для вас все. Люди приходят в питомники, в приюты, и они забирают собаку, потом приходят на площадки и говорят, боже мой, у меня собака агрессивная или, наоборот, трусливая. Что вы посоветуете в плане выбора собак из приюта, ну, метисов? На что обращать внимание? Ну, прежде всего, нужно обращать внимание на темперамент животного и на его поведение. Трусливое поведение практически у тех вот собак, про которых мы говорим, которые выросли на улице, то этот вот, скажем так, наверное, принцип маугли мы никогда не уберем. Но с этим можно бороться, с этим можно воспитывать, собаку можно привычать, собаку можно дрессировать. И за счет даже отсутствия хорошей силы характера животного, можно собаку дрессировать таким образом, что она будет выглядеть вполне нормально и реально жить в нашем социуме. А вот у меня как раз здесь вопрос, а какими качествами должна обладать собака, работающая в полиции? Здоровье, сила, хорошая сильная нервная система, желание работать и способность к дрессировке, прежде всего. Бывает такое, что вы начинаете работать с собакой и на каком-то этапе говорите, нет, все, эта собака непригодна к дальнейшему служению? Да, конечно, конечно. И как часто такие происходят? Ну, не так часто, как хотелось бы, потому что все-таки отбор производится первоначальный, но у нас существует по наставлению, по нашему основному приказу, которому регламентирована деятельность кинологических подразделений в МВД, о том, что, предположим, мы проверяем собаку в 4 месяца, в 6 месяцев, в 8 месяцев, а в год мы можем решить, что эта собака непригодна для работы. Ее дрессировка нецелесообразна затратам, которые на нее пойдут, и той отдаче, которую она даст. Поэтому собаку могут в год выбраковать. Ну, естественно, еще это может произойти и в тот момент, когда собака, уже работая, потеряет рабочее качество. В народе, ну, давно уже сложилось мнение о том, что чем раньше брать собаку, тем лучше будет и тем больше она будет преданнее. А что, нельзя разбрать собаку в год, в полтора, в два и в три года домой? Можно. Можно, только вопрос зависит, откуда вы ее будете брать. Если вы ее будете брать с улицы, это отменный результат. Если вы будете ее брать с какого-то питомника или у кого-то, если она правильно выращена и дрессировалась, воспитывала в детстве, вопросов никаких. Но, если вы хотите взять семью для того, чтобы это животное было предано вашей семье, возраст совершенно независим. Поэтому берете в любое время. Самое главное, чтобы у нее не было проблем с психикой, а все остальное дрессируется. А что делают с собаками? Кстати, совсем недавно, месяца полтора назад, опять была такая фейковая информация, что, или, может, не фейковая, кстати, может, вы слышали об этом, что собак-ветеранов распределяют по домам или отдают на домашнее содержание доживать. Это совершенно верно. Может быть так вот, да? Да, только вот фейки, которые проходят в интернете о том, что питомник расфермуровывают и убивают собак, вот это фейк. А, вот это да. Да, но он регулярно появляется, каждый год в определенное время. А собаки, которые отслужили... Ну, то есть вы тоже видели такое. Конечно, конечно. Собаки, которые отслужили, их либо забирает тот, кто с ней работал с этой собакой, либо специально мы подбираем места, где будут эти собаки доживать. То есть здесь уже идет подбор и не только то, что вот семья взялась ее кормить, но в обязательном порядке и ветеринарное обслуживание, в обязательном порядке условий и местосодержания. То есть я знаю, что очень часто ребята отказываются кому-то отдавать по первому требованию, вот я хочу взять эту собаку. Они едут домой, смотрят, в каких условиях будет содержаться собака. Их это не устраивает, они не отдают собаку. Поэтому к пенсионерам, ветеранам, так сказать, полиции, собакам отношение очень хорошее. Отлично. Ну и снова останавливаю наш разговор на короткое время, так как наше время подошло смотреть рубрику «Практические советы». Сегодня мы смотрим, всех ли собак возможно научить спокойно ездить в машинах и как приучать к этому. Итак, наступает дачный сезон и время летних отпусков. И практически всем владельцам приходится брать своих питомцев с собой. Но далеко не все собаки хорошо ведут себя в машинах. И приходится потрудиться, чтобы приучить питомца хорошим автоманерам. Собаку мы перевозим в машине, где? На заднем сидении или в багажнике? В багажнике. Как себя ведет собака? Она перепрыгивает в салон, прыгает на меня, на водителя, и не дает вести машину. Лает, скулит. Вот таким образом. При перевозке собаки используйте подстилку или автогамак. И так получился вот такой некий аквариум, аквариум из ткани, где собака может спокойно, комфортно себя чувствовать. И самое главное, она не будет пачкать вот эту вот обивку дверей. Самое лучшее – перевозить собаку на заднем сидении. Таким образом она находится под контролем. А если у меня трое детей в машине, нас всего пять человек, то возможности возить в салоне собаку нет? Отлично. Ну, для этого тогда можно действительно собаку сажать назад в багажное отделение. И как это делается, давайте я сейчас тоже вам покажу. Для того, чтобы собаку приучить к багажнику, в принципе, тоже особого труда не надо. Но давайте сейчас посмотрим, какой у вас багажник сначала. Ну, весьма просторные багажники. Я думаю, здесь может поместиться не одна собака. А вот подстилку или чехол на багажник лучше заказать в ателье или пошить самому под размер багажника. Все готово, но теперь владельцы часто сталкиваются с проблемой посадить пса в машину, а точнее сложность – затащить его в авто. Однако бывает и такое – ну, замотался, запарился владелец и забыл про дверь с другой стороны. Если машина невысокая, то, в принципе, можно попробовать завлечь собаку в салон автомобиля за счет лакомства. Это первый вариант. Второй вариант – если собака сама не хочет туда залазить, боится. Это бывает, когда вы делаете это первый раз. Можно, естественно, собаку подсадить, лапы передние поставить на кресло, и собака спокойно уже сама будет карабкаться, залазить туда в машину. А если вы все-таки не можете собаку затащить в багажник или затащить на заднее сидение машины, есть тогда другой вариант. Смотрите. Чтобы она не выскочила из ошейника, что чаще всего бывает, мы делаем вот таким образом. Смотрите. Раз. Складываем вдвое поводок, подвязываем собаку под грудинку. Вот она, грудинка равномерная. И у нас получается некий такой чемодан. Все готово. Поехали. Однако в машине возникает другая ситуация. Если собака по своему характеру флегматик, она и сидит спокойно. А если холерик, то в машине чаще всего от собаки творится суета. И все же, как бороться с тем, чтобы собака не бегала и не суетилась в салоне, сидела спокойно. Здесь, естественно, мы можем применять вот такие вот ошейники. Первое. Либо это удавочка, веревочка, либо это строгий ошейник. Ну, вот эти две вещи, они одеваются в зависимости от того, какая шерсть у собаки. Если шерсть густая, то лучше, конечно, вот такой вот строгий ошейник. Именно вот такой, с пластиночками. Если шерсть не густая, и собака может прочувствовать легкий рывок за удавку, то можно одеть и удавку. Одна собака сразу привыкает к машине, другой нужно некоторое время. Но есть и такие четвероногие, которым нужно проехать не менее 10 раз, чтобы привыкнуть к авто и чтобы включился вестибулярный аппарат. Если собака начинает у нас, опять же, кричать ей там нельзя, все. Это на самом деле такое временное действие, временное явление. Как только собака вырастает, становится уже постарше, ну, как правило, она прекращает вести себя плохо и понимает, что в машине надо сидеть хорошо. Если вы не будете реагировать на отрицательное поведение собаки, то она так и будет продолжать выть, бегать по салону и лаять. Если вы все-таки будете ограничивать и подавать команду «фу» нельзя, и при этом еще дергать за поводок и ошейник строгий, то постепенно собака поймет, что надо сидеть спокойно, и это лучше сидеть спокойно, потому что за это я еще обычно даю ей лакомство. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою, терпение, и вы обязательно сможете приучить собаку к машине. Все в ваших руках. Итак, Михаил, как часто приходится ездить собака в машинах? И бывает такое, что тоже собака довольно-таки плохо привыкает к машине? Вот в вашей практике. Конечно. Вообще выездов в последнее время очень много, особенно по собакам по поиску специальных запахов, потому что немножко лихорадят население, они постоянно звонят о нахождении каких-то предметов бесхозных, либо о звуках непонятных, поэтому собаки очень много выезжают. Проблема с вестибулярным аппаратом как у людей, так и у собак существует, поэтому с самого детства со щенка собаку начинают приучать и тренировать вестибулярный аппарат. Ну, я, по-моему, сталкиваюсь один или два раза всего за всю службу 30-летнюю с тем, что животные так и не смогли научить, то есть психологически вестибулярный аппарат не работал. А все остальные собаки привычаются, тренируются, и никаких проблем с этим не существует. Вы сказали, выезжаете на поиск минорозыскной службы, я так понимаю? Нет, это называется поиск спецматериалов. А, спецматериалов. Да, да, потому что минорозыскная служба это все-таки прерогатива военных собак. А здесь собаки по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств и оружия. Ну, и боеприпасов. Выезжает инспектор-кинолог на какое-то происшествие. Рядом бегают бродячие собаки. Это сплошно. Риск того, что собака переключится на бродячих собак. Огромный. Огромный риск. К сожалению, бродячие собаки охраняет ореол своего обитания, то есть, где стая содержится, и, естественно, любое появление другой особи, для них это явный раздражитель. Они пытаются отогнать. Служебная собака не должна на это реагировать. Но, к сожалению, это жизнь, и очень часто собаки реагируют. Будем считать этих собак помощниками преступников. Они мешают работать собаке. Вот так. Ага, понятно. Бродячие собаки могут помогать. Да, потому что она отвлекает животных. Животные не полностью выполняют свою задачу и не столь сконцентрированы, как это бы хотелось. Хотя все это тренируется, все это готовится. Собаки работают и при наличии других животных. Очень короткий вопрос. Как раньше решали проблему с бродячими собаками? Ну, раньше существовали организации, которые отлавливали и уничтожали этих собак. Сейчас, в настоящее время, я так понимаю, что существуют приюты, куда собаки попадают, и там их стерилизуют, пускают в город. Но, к сожалению, на мой взгляд, это не дает нормальный результат по борьбе с бездомными собаками. Основная проблема это то, что граждане подкармливают эти стаи. Из-за этого получается, что стаи постоянно разрастаются, не всегда успевают отловить стаи, она постоянно расширяется, а расширяясь, и орел обитания не дает возможности пищевую, удовлетворить пищевую базу, они начинают распространяться. То есть, мы сами, подкармливая собак, создаем себе условия для того, чтобы с ними потом бороться. Большое спасибо, большое спасибо за интересную беседу. К сожалению, нашу интересную беседу приходится заканчивать. Время эфира подходит к финалу, и хочу напомнить, у нас в студии был Михаил Дунаев, главный специалист отделения дрессировки, главным управлением ВД России по Самарской области, полковник в отставке, а также обращаю внимание, что вся информация по видеовизиткам будет размещена на сайте телеканала Самара Гиз и будут отдельно транслироваться в эфирной сетке. Если вы хотите взять собаку или кошку домой, звоните по указанным по указанным телефонам в конце каждого видеоблока. До свидания, всего вам доброго.